Здравствуйте, дорогие зрители Прайм ТВ, с вами вновь Резван Гусейнов и сегодня мы с вами постараемся кратко обсудить, я думаю, очень важное событие, проходящее в Самарканде саммит лидеров организации тюркских государств и постараюсь отметить, почему я считаю это важным событием и в каком направлении будет двигаться этот процесс. Дело в том, что наши недруги в течение многих лет весьма успешно формировали посредством средств массовой информации, телевидения и, что более всего важно, посредством науки, образования некий негативный образ, преподали некий негативный нарратив о роли тюркских народов в мировой истории и в цивилизационных процессах. Сложилось такое мнение, что тюрки-завоеватели уничтожали, захватывали другие государства, что в средние века только этими занимались тюрки. И в итоге падение тюркских империй, государств, в том числе привело к прогрессу европейской цивилизации, культуре и многочисленные народы, освободившиеся от, в кавычках, тюркского рабства стали процветать и строить свое светлое будущее. Этот нарратив очень плотно сидит в преподавании, в умах, в головах многих недругов тюркских народов, ну и в том числе тех, кто нейтрален, казалось бы, но все равно оно дает себя знать. Поэтому любые интеграционные процессы внутри тюркских государств, между тюркскими народами, они постоянно имеют какую-то негативную внешнюю коннотацию, как ее преподносят, как угрозу. Но реальность такова, что на фоне нынешнего обрушения старого мирового порядка, который мы видим, и формирований пока что еще непонятного нового миропорядка, на те новые вызовы, которые волнуют общество, оказалось, что довольно эффективно может отвечать тюркское единство. Единство тюркских государств и народов. Саммит в Самарканде уже привлек к себе, и в нем участвуют лидеры не только тюркских государств, в частности, в Венгрии. Огромный интерес проявляет Пакистан, Афганистан, еще ряд европейских государств. И, несомненно, в том числе Россия, и, несомненно, будет шириться круг стран. Почему? Потому что, если мы отложим в сторону все эти клише негативные, весьма субъективные, о роли тюркских народов. Весьма четко, благодаря архивным материалам, источникам и неангажированным книгам, о которых не любят ссылаться. Ведь все нам преподают учебники. Учебники уже готовы, рецепты, полуфабрикаты. Нам их вскармливают, и создается какое-то у нас мнение о чем-то вокруг нас. Так вот, благодаря более глубокому исследованию, однозначно становится ясно, что средневековый мусульманский ренессанс, который затем перекинулся на западный мир, в первую очередь связан с успешными тюркскими походами, созданием новых тюркских государств, а также тем патронажем, который тюркские правители делали для народов и общин Ближнего Востока, Средиземноморья, Европы, Ирана, Кавказа, территории России и Восточной Европы в том числе. Та уникальная схема, которую тюрки создали, справедливая схема управления, которая дала возможность проявить себя различным народам. Освобождение тогдашней Айкумены Ближнего Востока, Средиземноморья, Магриба от крестоносцев привело к тому, что в исламском мире пошел следующий этап ренессанса, напрямую связанный с тюркскими государствами. Этот этап XI, XII, XIII века внес огромный вклад в мировую цивилизацию. И уже затем, спустя несколько веков, Европа вобрала все наиболее лучшее, что было в мусульманском тюркском ренессансе и, естественно, создала свою уникальную модель, которая стала локомотивом прогресса и мирового господства вплоть до наших дней. Но сейчас эта модель европейская опять-таки проседает, мы не будем углубляться зачем. Наверное, большинство увидят, что есть кризис, есть столкновение различных центров. Та модель экономики, финансов, которая работала до этого, она дает сбой. И к чему все это приведет, в любом случае, большинство людей чувствует, что это отразится на их благополучии и на стабильности в их странах. И уже отражается. Так вот, тюркский проект, это в первую очередь экономический проект. И то, что обсуждается в Самарканде, где основными локомотивами уранского проекта являются, конечно же, Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и подключаются другие, в том числе и тюркские, и не тюркские народы. Основная цель этого проекта – дать новую площадку взаимодействия, дать новую модель. В частности, я бы разложил на три основных направления, которые актуальны и которые, по всей видимости, будут осуществляться посредством ОТГ, организации тюркских государств и их единомышленников. Очень интересно было, что президент Казахстана выдвинул идею, которую поддержал и Эрдуган, и другие лидеры, о создании новых зеленых денег, зеленых инвестиций. И в этом контексте имеется в виду не только экологически чистые, беспроцентное ссудо, то есть создание модели справедливой, когда все могут зарабатывать, не продавая свое будущее под проценты, под ссуду. Это очень сложный процесс, но раз об этом заявили, то значит эти лидеры знают, что делают. А в общем контексте Туранский, тюркский проект, который уже выходит далеко за рамки тюркских государств и народов, можно разделить на три основных направлений, которые должны быть сделаны, и о которых в том числе говорили в Самарканде. В первую очередь Туран должен себя эффективно защищать, то есть военно-политическая составляющая, военно-техническое сотрудничество, усиление и модернизация армии тюркских государств. В этом контексте огромный опыт есть взаимодействия между союзниками Турции и Азербайджаном, и этот опыт себя показал в 2020 году, во время освобождения Карабаха. Конкретный впервые за почти 300 лет опыт, когда тюрки, когда мусульмане, наконец-то впервые возвращают земли, которые у них отняты. И этот опыт показал, что мы взаимодействуя можем многое. Опыт военно-технического, военно-политического сотрудничества Турции и Азербайджана будет притворяться и использоваться другими тюркскими странами. Это одно направление. Второе направление, конечно же, экономический блок и экономическое, инвестиционное, транспортное, энергетическое взаимодействие, новая логистика, создание новых транспортных маршрутов, восстановление старых транспортных маршрутов через Туран с выходом на Средиземноморье, а с другой стороны это Китай. Это вторая, то есть экономическая составляющая. Инвестиции, в первую очередь, в Карабах. Тюркские государства уже строят в Карабахе школы, инфраструктуру поднимают. Именно здесь они получат опыт того, как мы вместе можем взаимодействовать в этой сфере. Это второе направление. Третье направление, конечно же, гуманитарная составляющая, в которую входят общекультурные проекты, общеобразовательные проекты, духовная составляющая, то есть подготовка новых поколений, новой молодежи, которая будет притворять эти планы и уметь ориентироваться в новом меняющемся мире. То есть мы говорим о трех важных направлениях, которые тюркские народы должны реализовать. Военно-политическая составляющая общая, экономически-транспортная составляющая и гуманитарная составляющая. Эти три направления, как минимум, должны развиваться параллельно. Только так Туран станет и уже превращается в конкретный проект, который будет и уже привлекательным для различных народов. И для мусульманских народов, и, как мы видим, уже не для мусульманских, а для иных народов. Успешная модель. В чем-то ее сравнивают с моделью Евросоюза. Я мог бы с этим поспорить. Но это некий формат конфедерации, добровольного взаимодействия с учетом внешних угроз и общих планов, где все равны, где все равны. Вот что предлагает Туран. И если эта модель, которая обкатывается, обсуждается, в том числе в Самарканде, будет реализовываться, а она востребована, то мы в ближайшее время станем свидетелями грандиозных планов. И еще раз повторяю, что качественный скачок этим планам дал освобождение Карабаха и предстоящая разблокировка через Зангизу транспортных коридоров. Потому что именно здесь, как говорили европейские исследователи, то есть в Азербайджане, проходит основа Турана, его спина, именно здесь ее и поломали, разделив Зангизу, Рокняв, с той стороны Каспия тоже разделив, отделив здесь Турцию от Азербайджана и создав Карабахскую проблему. Все, кто работали против тюкских проектов, против Турана, они сейчас перед серьезным выбором. Армения уже поняла, надеюсь, перед каким выбором. Это касается и других стран, тех, кто напрямую поддерживает и готовы поддерживать Армению, в том числе и наши соседние государства. Или они ввязываются в схватку с Тураном и проигрывают в разгромленном виде, вынуждены бывают, вынуждены становятся частью этого проекта, или же на добровольных началах, на равных, участвуют в этом проекте. В ближайшее время мы обсудим с вами, как именно развиваются дальнейшие события, связанные с тюкским и с туранским проектом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова